С вами снова Дмитрий Шатров и Школа Профайл. Мы опять находимся в Тоскане, и теперь у нас уже вечер. Сейчас у нас здесь, тут до заката осталось минут сорок, примерно. Мы находимся в полях, в буквальном смысле этого слова. Вот что вы видите, это действительно Тосканские поля. В Тоскане, как я сказал, очень жарко, и крестьяне частично убрали урожай, закатав его в такие вот фотогеничные валики. Их хорошо отрабатывать как широкоугольником, так и средним объективом. Это можно встретить там и в Тоскане, и в Провансе, да сейчас много где, в том числе в России, на полях бывшего Советского Союза. Я сразу так обобщаю. Так уже тоже закатывают сено. Это достаточно фотогенично смотрится, просто потому что крестьяне раскидывают эти валики в таком шахматном порядке, и если вы отрабатываете такую сцену, в чем плюс? Уходящие вдаль горизонту направляющие подрезанные травы выстраивают кадры композиционно. То есть возникает ощущение того, что вас направляющими засасывает в кадр. Обычно это вот такая центральная направляющая и под небольшими диагоналями уходящие параллельные линии. На этих линиях, как на струнах, висят такие вот маленькие ноты, видим, в этих валиках. Самый главный трюк, если угодно, снимая такие валики, старайтесь, чтобы каждый из них не блокировал соседний. То есть каждый объект должен быть независим. Мы сейчас пытались спуститься в расщелину, где была очень интересная композиционная точка и уже разлакомились показать вам ее в прямом эфире, но, к сожалению, в распадке связь была никакая. Вот мы тут побегали изрядно и поднялись на холм. Ну, что делать? Если хотим прямой эфир, то нужно подчиняться законам вещания, которые присутствуют здесь. Итак, давайте мы сделаем пару кадров и потом можно будет собрать небольшую панорамку. Сейчас у меня стоит объектив 16-35. В принципе, можно увести его там в 24 миллиметра и заменить его там на 24-70, если угодно. Но вот он сейчас у меня стоит без градиентной пластины, поскольку очень ровная освещенность съемочной сцены, небо не запаливается, солнце сбоку, вот прямо четко бьет в боковину нашего объектива, освещая сцену равномерно. То есть небо, ну, может быть, на стоп-полтора светлее, чем элементы переднего плана и среднего. То есть пластинка не нужна. Поэтому я ставлю блинду, которая позволяет нам защитить фронтальный элемент от боковых лучей, которые могут дать нам зайцев, да, и вызвать падение контраста. Я выстроил кадр таким образом, чтобы он был виртуально панорамным. Я потом обработкой могу подрезать часть переднего плана, часть верха голого неба. Нет, облаков у нас бывает такое. Тем самым превратив его в такую панорамную шивку. Давайте сделаем кадр. Это тоже F11, F64. Сейчас, скорее всего, кадр будет завален немножко в светах. На самом деле, не так это страшно. Из-за того, что очень широкий охват сцены, получается, что в правом квадранте освещенность существенно выше, чем в левом. Тут два варианта. Либо поставить градиантную пластинку, либо чуть в экспокоррекцию уйти в минус. Если мы сейчас откроем наш красавец Lightroom, что мы увидим? Давайте гистограммом посмотрим этого кадра. Просто хочу убедиться, что нет перепалов в правой области. Если есть, то мы поставим градиентную пластинку. Вот давайте на пару вопросов отвечу. Александр спрашивает, Дмитрий, вы используете в камере полиски Picture Controls? Нет, не использую. Дело в том, что все вот эти классные украшающие штуки, насыщенный цвет, суперрезкость, HDR в камере, это все работает на JPEG, не на RAW файл. Напомню, что мы снимаем RAW файл. Если бы это работало на RAVI, то было бы все прекрасно, я бы это использовал. Но, к сожалению, в чистом RAVI снимаем, в чистом RAVI получаем. Файлы тяжелые, 36 мегапикселей. Я вам всем отдам потом, и у вас будет чем заняться на досуге. Так, идем в просмотр нашей фотографии. И, да, кадр без перепалов. К вопросу о поляризаторе. Вот уже возникал этот вопрос сегодня в нашей ранней утренней сессии. Нужно ли использовать поляризатор? Что нам дает поляризатор? Ну, помним из курса физики, да, там кристалл турмалина, там часть лучей проходит, часть не проходит. Если очень просто. Поляризатор убирает отраженный свет, оставляет свет, это если так совсем, как блондинка-блондинки. Когда хорош поляр? Если вы работаете с водой, например. Если вам нужно притемнить небо где-то и отделить облака от неба. Где плох поляризатор? Посмотрим, тут все в порядке. Поляризатор будет плох на широких охватах, больших углах съемочной сцены. В чистом небе он, что даст этот поляризатор. Он нам даст черное пятно, так называемое. Дело в том, что степень поляризации максимально под прямым углом к источнику света, к солнцу. Если я буду снимать вот так четко под прямым углом, как сейчас есть, я в левой части нашего кадра вверху получу темное пятно. Оно, заметьте, и так достаточно не светлое, да. Но давайте в качестве просто эксперимента, поскольку сейчас очень такой ровный, почти не меняющийся свет. Я могу позволить себе пару минут на это потратить. Давайте я покажу, как это будет работать на примере. Вот у меня 105 миллиметровый поляризатор. Вот такая вот большая чугунная дура производства компании Geliopan. Почему 105 миллиметров? Если у вас разные диаметры объективов и вам хочется универсальности, то имеет смысл один раз разориться на большой 105 миллиметровый поляризатор, который, внимание, наверчивается на держатель снаружи. Это, конечно, как бы не очень бюджетно, да, это возможно где-то избыточно, но это просто удобно в работе. И сейчас я возьму наш держатель, в который мы еще с утра вставляли градиентную пластину и просто верчу на него поляр. То есть вот наш держатель, кольцо, которое я сейчас снял с объектива, заменив его на блинду. Ну, давайте мы сделаем следующее. Я на этом же кадре, ничего не меняя, так, наверчиваю обратно наше переходное кольцо, ветерочек поднимается, так, наверчиваю поляризатор на держатель, так, и, да, прекрасно, цепляю его снаружи. То есть что получается? Вот такой бутерброд, как он есть сейчас, вот, смотрите, поляризатор в максимальной степени даст нам вот такое пятно в левом углу. Хорошо это или нет? Это, скажем так, это не хорошо, не плохо, но это вызывает ощущение неестественности освещенности в кадре. Более того, если это, если я дам более широкий угол охвата сцены, это пятно будет вылезать именно пятном. Сейчас это просто затемненная область в левом углу, как будто гроза надвигается. Когда нужно применять поляризатор? Правило простое. Все эмпирически делается так. Берете поляризатор, как если бы вы наверчивали его на объектив и просто смотрите, вот так вот рукой вращая, смотрите на небо. Как раз примерно под прямым углом гроза под 60. Если картинка, которая получается, вам нравится, ставьте поляр, применяйте. Если нет, то лучше положите его в сумочку и пусть он ждет следующей съемочной сессии. Вот отличный вопрос, вот вид спрашивает Сидорчук, Дима, на этой сцене имеет ли смысл делать серию кадров с разной точкой фокусировки? Давайте смотреть. Вот у нас сейчас расстояние до элемента переднего плана примерно, но учитывая, что штатив полтора метра, под углом уходит склон, то есть вот здесь примерно точка ближайшая, сейчас я ткну в нее через лайвью, до нее примерно два метра. Я считаю, что здесь это не имеет смысл, имеется в виду стекинг по фокусу. Как это проверить? Открываем наш Lightroom, только что мы кадр сделали, и давайте увеличим, вот стопроцентный участок, увеличим самые ближние к нам нижние фрагменты кадра. Что получается? Здесь отсутствует замыленность, то есть на двух метрах вот сейчас картинка уже достаточно резкая. Напомню, что фокусировались мы где-то примерно метрах, где-то в четырех, может быть, пяти, учитывая наклон склона, и как раз к двум метрам резкость еще сохраняется. Если бы мы ставили камеру ниже и отрабатывали очень близкие элементы переднего плана, как вот мы делали с утра с колосьями, там бы нам пришлось, ну, желательно, отрабатывать картинку с разными точками фокуса и потом это все сшивать. Вот Юрий спрашивает, интересует вертикальная панорама. Пока вы снимаете горизонтальные панорамы, при вертикальной панораме можно получить много переднего плана с красивыми цветами и так далее. Покажите или расскажите о создании вертикальной панорамы. Ну, здесь скорее нам нужен другой передний план, да и другая сцена под съемку, но суть какова? Делаем серию кадров в горизонтальном представлении, начиная от ярко выраженного переднего плана, например, ну, давайте просто в качестве, для наглядности, да, просто в качестве примера, то есть вот это у нас будет первый кадр. Если бы у меня тут были цветы на переднем плане, то фокусировка шла бы по ним. Давайте я просто щелкну и... Первый кадр. Далее, с перехлёстом в треть, сейчас подождем, поднимаю. Ну, давайте даже не буду показывать горизонт. Вот так пойдет второй кадр. Его же мы отрабатываем. Давай, отлично. Ну и сделаем сейчас такой же кадр, третий. Это фактически то же самое, пусть будет вот так, да, примерно треть. Это то же самое, что мы делали в обычном, в этом горизонтальном проходе. У нас серия кадров снизу вверх, которые при шивке так же собираются, как если бы вы снимали горизонтальную панораму. Вот. Можно делать многорядку, это суть, суть дела не меняет. Вот. Главное, опять же, да, чтобы передний план был ярко выражен. Но в данном примере я скорее сделаю все-таки горизонтальную панораму. К вопросу о креплении. Это, называемый L-плейт. Вот смотрите, скоба в форме буквы L на камере. Обычная штативная площадка крепится к основанию камеры. И в горизонтальном кадре все хорошо. Проблема возникает, если вы хотите сделать кадр вертикальный. Если обычная площадка у вас тут наверчена, то приходится ее вставлять в штативную голову, камера начинает плыть носиком вперед, кадры шевеленные, вы нервничаете, вас уже ничто не радует. Если же вы используете L-плейт, то у вас основание в форме буквы L привинчивается намертво к самой камере. И у вас две площадки. Первая, вторая. Нужно сделать вертикальный кадр. Вставляете это основание в ваше крепление штативное. И у вас центр тяжести четко проходит по центру камеры. Тем самым вы гарантированно избавляете себя от шевеленки. Продолжение следует...